Добрый вечер. Мы с вами сегодня должны завершить книгу пророка Ишаягу, поговорить о его нескольких особенностях и о том, о чем он говорит в последних главах, в надежде перейти на следующем занятии к пророку Иремиягу. Я напоминаю, что все свои слова урока я посвящаю своей жене Любову Бат Михаэль, которая ушла из жизни полтора года назад. Я открываю тот ковидс, тот файл, который нам нужен с вами, и мы попадаем в 60-ю главу. Просмотрев текст Ишаягу, я понял, что, в общем-то, наверное, бесполезно идти по порядку, надо выбрать какие-то фрагменты наиболее яркие, которые характеризуют Ишаягу, его пророчества. Я напоминаю, что Ишаягу пророчествовал на протяжении 86 лет. Говорят, что он пророчествовал на протяжении 40 лет. Это потому, что в его словах, в его обращении к царям были перерывы. Что характеризует Ишаягу, что определило характер его пророчества? Мы с вами говорили о том, что он был из дома Давида и был вхож во дворы царей, и поэтому мог обращаться к ним с такими резкими поучениями, с которыми не решались другие пророки. Или решались, но потом были вынуждены бежать из страны. Для Ишаягу это было не так. Ключевым моментом его жизни это, или можно сказать, было два ключевых момента в его жизни. Это 618 год до этой эры, когда произошло землетрясение, когда царь Узиягу хотел войти в храм, вошел в храм для того, чтобы принести воскурение. Был поражен царат в этот день. Я напоминаю, Ишаягу увидел видение Всевышнего, который сидит на престоле, и образ Всевышнего, естественно, который сидит на престоле, и начинает престол отдаляться от храма святая святых, и, естественно, от всей земли. И другой ключевой момент – это чудо в период правления царя Хискияху, во время правления которого произошло чудо. Сангирипна разрушил Северное царство, пришел к стенам Ирушалаема, и в одну ночь 180 тысяч погибло. Мы помним с вами, что Ишаягу ожидал, что это станет началом нового времени, и этого не произошло. И причина, если обобщить, – это, скажем, неспособность сыновей Израиля воспринять тот божественный свет, который должен был раскрыться. Просто непонимание того, о чем идет речь, что речь идет об изменении мира. И я не случайно говорю, началось это уведение, с вещей, с которыми вы более-менее знакомы, для того, чтобы почувствовать вместе с вами характер пророчества Ишаягу. Он говорит о будущем времени. Центральный момент во всех его пророчествах – это божественный свет, который должен раскрыться в будущем и который приведет к принципиальным изменениям в мире. Он говорил об этом постоянно, и о влиянии этого света на людей, и то, что само по себе раскрытие этого света приведет к тому, что злодейство, желание вредить как таковое уйдет из мира. Это проблема в том, чтобы воспринять этот свет, потому что ничто не дается насильно. Как говорят, человека нельзя насильно осчастливить. Должно возникнуть желание. Оно может идти от противного. От того, что человек понимает, что в том мире, в котором он находится, он не может обрести благо ни для себя, ни для других, а тем более и для всего мира. И вот он уже исчерпал все возможности и все перепробовал. Или он от всего отказался и пришел в тупик. И тут возникает желание чего-то нового. Конечно, оно никогда не возникает у всех. И не все находятся в поиске этого нового. Не все находятся в ожидании этого божественного света. А Ишаягу, как мы знаем, он подчеркивает этот момент ожидания, необходимость этого момента ожидания. Каждый раз, когда он говорит о чем-то новом, будь то возвращение сыновей Израиля из Галута, из изгнания, будь то раскрытие божественного присутствия, подобного тому, как Всевышний шагает в пределы Израиля, уходит от народов мира. Ишаягу говорит о дозорном, о смотрящем, о том, кто ожидает, о том, кто ожидает. Без этого ожидания, пускай этот свет великий, будущее, оно не может быть понятым человеком, пока оно не начнется, но ожидание его, мечта о нем, даже о чем-то неизвестном, даже о чем-то не можешь представить. Это должно быть обязательно, потому что, кроме того, кто дает, должен быть тот, кто воспринимает, а восприятие начинается с желания, с непреодолимого желания прорваться в новое время. И вот Ишаягу постоянно говорит об этом, можно подумать или представить себе, что как бы отчаявшись, поняв, что усилия людей не могут изменить этот мир или даже хотя бы подвести к черте его изменения, он постоянно говорит о божественном влиянии, о новом свете, божественном свете, который должен раскрыться. И то же самое мы с вами увидим и в последних главах. И я взял фрагменты, наиболее характеризующие его пророчества. Очень жалко, конечно, делать вырезки, хочется идти подряд, разбирать каждое слово, но я думаю, что в этом тоже есть определенный недостаток. И вот Ишаягу еще раз о новом времени. 60 глава. «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Бог будет для тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твоей». Само предложение, в общем-то, его нужно понять, но оно как-то просматривается. Здесь мы с вами говорили, что есть божественный свет, который заменяет свет солнца и луны, как бы заменяет. У солнца и луны есть своя, остается своя функция. Или они продолжают функционировать и быть также необходимыми по принципу общего и частного, и проявления общего через частное. Но как бы это трудно себе представить, как и все, что касается будущего времени. Но в любом случае то, что солнце твое и луна твоя не скроются, имеется в виду, что будет свет как солнечный, свет дневной и свет ночью. Это божественный свет, о котором мы с вами говорили, что он касается напрямую души человека, и все становится ясно, и все становится видно. И человек не то чтобы видит в темноте, он просто видит иначе, по-другому. И темнота ему не мешает воспринимать мир, воспринимать окружающее, как будто он видит так же все ясно, как будто это происходит днем. Божественный свет. О нем говорит Ишаяху, и подчеркивает его, что он по своей природе другой, чем свет солнца и луны. И дальше очень трудное предложение, с которым многие хорошо знакомы, потому что его читают как введение при чтении «Перки, а вот получение отцов». Перед каждой главой, начиная читать ее, произносят вот эти слова из Ишаяху. «И народ, твой все праведники, навеки унаследуют землю, ибо они вверху насаждение моего, дело рук моих, чтобы прославиться ими». И все комментаторы понимают это как весь народ действительно, и пытаются объяснить, как весь народ мог быть праведниками, и как-то, так сказать, приспособить к нашему времени, к тому, что мы видим своими глазами, что, к сожалению, далеко не все праведники. Морал говорит о том, что это речь о будущем, что мир придет к исправлению, и что даже самые великие злодеи, про которых говорят, что у них нет удела в будущем мире, и они будут исправлены, только для них это займет время. То есть, когда, скажем, праведные люди, они будут уже находиться в мире такого блага, владеи еще будут только-только пробираться туда с большим трудом. Это посылка Магарала. Но если мы пойдем не со стороны идеологии, не со стороны попытки объяснить, что все, что создано Всевышним, это благо, или, по крайней мере, все должно прийти к своему благу и своему исправлению, а пойдем за строками Ишаягу за тем, о чем говорит он. Конечно же, морал прав, но просто здесь речь идет не совсем об этом. Так часто бывает, комментаторы берут некоторые слова и нагружают их идеями, которые они хотят объяснить, и они не совсем относятся к тексту. Народ твой весь праведники навеки унаследуют землю. То есть кто праведники? Те, кто унаследуют землю. Как бы здесь эти два момента неразрывные, их нужно связать. Праведники – те, кто унаследуют землю навеки. Это народ твой. Народ твой обращается Всевышний к Ишаягу. И уже мы здесь можем почувствовать, что это не весь народ. Речь идет не о народе Всевышнего, а о народе пророка. О праведниках они унаследуют землю. О чем идет речь? Не случайно в предыдущем предложении говорится, что раскрывается божественный свет, и вот все, кто могут его воспринять, этот свет, они унаследуют землю. Сама по себе посылка также колоссальная, что божественный свет, он не предполагает разделения как бы на небо и землю, на духовный и материальный мир. Он глобальный, раскрывается повсюду. И поэтому мир, прежде всего, человек приходит к своему исправлению, и тем самым он может унаследовать землю, потому что мы знаем, что грехи приводят к изгнанию. Грехи приводят к изгнанию человека. И они приводят к сокращению его жизни. Аишаяу говорит о продлении жизни, невероятном продлении жизни людей. И в этом плане народ, праведники наследуют землю. Это те, кто может воспринять божественный свет, который раскрывается отовсюду и затрагивает материальный мир, затрагивает человека, приводит к его исправлению. Дурной уходит из души человек, и он может жить на земле. И на этой земле он воспринимает божественное присутствие. А может быть, наоборот, потому что он воспринимает божественное присутствие, прямо раскрывающие через материальный мир. У него уходит дурное желание. Можно и так сказать. Остальные, остальные те, кто не может воспринять этот свет, они покинут землю. Уйдут сами из земли. Они не являются народом Бога по тем или иным причинам. Либо они сами испортили это свое качество и Маорал утверждает, что это качество можно испортить, качество Исраэля можно испортить. Настолько, что они не могут воспринять божественный свет, они уходят из земли. Потому что по определению глобальному, кто такой еврей? Еврей – это тот, у кого есть прямая связь с Богом. Можно дать и другие определения, но сущностный момент, он заключается в том, что сыновья Израиля и изначально праотцы были пророками сильнейшего уровня, то есть у них была прямая связь со Всевышним. Затем весь народ стоял у горы Синай, и там раскрылось это качество и качество душ, или оно было там сформировано. Скажем, те, кто присоединился к еврейскому народу, оно было сформировано у горы Синай, но в любом случае, в любом случае, еврей с момента исхода из Египта, с момента стояния у горы Синай – это тот, у кого есть прямая связь с Богом. У некоторых она тяготит, некоторые хотят от нее отказаться, отказываются, потом опять возвращаются, но в любом случае, эта прямая связь с Богом есть, она раскрывается, и те, кто могут воспринять божественный свет, они навеки наследуют землю, а те, кто не могут воспринять его, они не являются народом, так или иначе, в том или ином смысле, возможно, потому что сами истребили свое качество души, которое позволяет прямую связь с Богом, и они уходят из земли. Меньший станет тысячей, а младший народом сильным. Я, Бог, в свое время ускорю это. О том, что народ станет многочисленным, о том, что, и, кстати, это тоже как благословение, когда, может быть, многие покинут землю, то самая небольшая семья, так сказать, разрастется до тысяч, а младший, ну, как бы, да, младший тоже не самый сильный, станет народом. Это то, что произойдет. И вот обо всем этом говорится. Я Бог, да, потому что такое сильное заявление, такая сильная гордина будущей требует какого-то подтверждения, заверения, да. И вот Всевышний говорит через пророка «Я Бог», да, и я подтверждаю, что это будет. Если мы помним, то Раши в книге «Шмот» комментирует слова «Я Бог», четырехбуквенное имя, «Я тот, кто сдерживает свои обещания». То есть владею всем-всем во все времена и поэтому могу сдержать свое обещание, да. И здесь «Я Бог», я это сделаю, я это могу, я обещал, я это сделаю, и необходимо здесь печать, потому что вещи совершенно, как бы, если так можно сказать, неправдоподобные, в которые трудно поверить, да. В свое время ускорю это. Баита, Беахи Шейна. Известнейшая фраза над, которая понимается или так, или иначе, вот, и раскрывается, да. Вот, но мы с вами затронем суть вопроса. Опять же, уйдем от идеологической трактовки этих слов, а посмотрим в суть дела. В свое время. В свое время. Какое время? Время, которое скрыто у Всевышнего, время, о котором он никогда не сказал, да. Это очень интересно. Да хоть бы какой-нибудь намек, что это за время. В свое время – это в любое время. Баита в ее время. В любое время. В любое время. Когда в ваших сердцах проснется желание, когда в ваших сердцах проснется желание нового света, когда в ваших сердцах проснется желание приблизиться ко Всевышнему, это и будет время. Нету никаких сроков, нету никаких определений, расчетов и так далее. Кстати, это позиция Ишаяу во всех его стихах, что наступление будущего и возвращение из изгнания, оно зависит только от вашего желания. Никаких определенных строков. Все чудеса, они произойдут как бы по вашему желанию. Только захотите. Только не закрывайтесь от Всевышнего, от будущего. Устремитесь в это будущее, и произойдут чудеса. Когда? Всегда. А что значит ускорю это? Мы постараемся это обсудить с вами на примере или раскрыть это через спор Рави Ильезера и Рави Иошуа о том, как должно произойти будущее освобождение народа Израиля. Рави Ильезер сказал, что если сыновья Израиля раскаются, то будет освобождение, а если не раскаются, то не будет. Рави Иошуа удивился, как это может быть, в общем-то, весь мир создан ради освобождения, как это не будет освобождение. Он сказал так, что если сыновья Израиля не раскаются, то Всевышний пошлет им царя, приказы которого будут столь же тяжелыми, столь же жестокими, как приказы Амана, и придет освобождение. Это, конечно, мудрецы понимали друг друга, и спор здесь более глубокий, чем он кажется поверхностным. На первый взгляд, это представляется разговор двух глухих, которые не способны слышать друг друга, не в обиду будет сказано мудрецам, только для образа. Раби Алиезер говорит о раскаянии по любви. Раби Иошуа говорит, как мы можем представить себе, о раскаянии страха, потому что как вернется еврейский народ, если появится такой же царь, как Аман? Аман, естественно, из испуга, из-за страха встанет, побежит, вернется в землю Израиля. Из страха будет ожидать будущего времени, может быть. Потом он придет к более высоким ступеням понимания и придет, как мы это видим в Торе, что начинается со страха в изгнании, а приходит к возвращению Всевышнему в земле Израиля по любви. Может быть, это произойдет, но изначально они говорят о двух разных моментах. Раби Алиезер о раскаянии по любви, которое не определяется ничем, ничем, только любовью, только желанием, пробуждением того чувства в душе, того свойства души, о котором мы говорили, в прямой связи с Богом, да, это и есть любовь. Ааба – желание приблизиться, желание быть вместе. Откуда оно взялось? Оно не может быть пробуждено никакими палками, никакими ударами, потому что мы говорим, что Ааба Шейнатлу я бы давал. Любовь, она не зависит ни от чего. А если не зависит ни от чего, то от чего же она зависит? Понятное дело, да? Вот изначальных свойств души, которые вдруг пробуждаются. А как они пробудятся? Никакими внешними обстоятельствами на них нельзя воздействовать. Поэтому Раби Алиезер говорит, будет, будет, не будет, не будет. Ну, когда-нибудь, может, будет, но это настолько неопределено, что мы не знаем. А Раби Ашуа говорит, будет и страх, а не будет, будет и Всевышний подождет, потом будет возвращение страха, потом когда-нибудь придут к любви. И вот если мы представили это, то мы можем представить вот эту вторую половину фразы, ускорю это, да? То есть время, время есть всегда, да? Время есть всегда. Время раскаяния по любви, да? Оно любое время. Оно любое время. Нету преград для любви, только она проснется, и все сразу изменится. Сразу, не сразу, не знаю, но изменится, да? И возвращение в землю Израиля, и приближение нового времени, и возвращение пророчества, все это будет, если будет раскаяние по любви, то есть раскаяние по любви, желание приблизиться ко Всевышнему, по-настоящему, да? Не прятаться от него, не скрываться, не ограничивать его свет своими фильтрами, это я могу или это я не могу. Любовь не знает границ, она полыхает, как огонь, как духовный огонь, который горит и не сжигает, да? Вот и поэтому для любви нет преград. Любое время горится. Годится свое время. А в какое свое время? Любое время. Ускорю это. Если это время не будет, время раскаяния по любви не будет наступать, и не будет наступать, и не будет наступать, то что произойдет, Всевышний говорит, ну, я тогда потороплю. Тогда начнем со страха. Тогда начнем с битья палкой в надежде впоследствии прийти к любви, да? И мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами как-то вот прочувствовали этот момент, потому что все остальные объяснения этой фразы великой, замечательной, прекрасной, они очень приблизительные, да, неточные, и, на мой взгляд, можно со мной спорить, пожалуйста, не выдерживают критики. Это и, кроме того, кроме того, это дает нам великое понимание, великое понимание того, что Всевышний всегда ждет нас. Всегда ждет нас в каком смысле? Да? Не, чтобы мы испугались, не, чтобы мы побежали откуда-то, а чтобы у нас проснулась любовь к нему, любовь, которую нельзя ничем пробудить, кроме того, как раз и проснулось свойство души какой-то. Для того, чтобы этот момент проиллюстрировать, я расскажу вам две истории из жизни. Меня очень интересует как люди нашего поколения, да и позже, скажем, как возвращались ко Всевышнему. Что должно было случиться душой, чтобы человек, получивший атеистическое образование, в общем-то, человек благополучный, он вдруг захотел вернуться ко Всевышнему, оставил все, да, у меня есть знакомые отказники, которые пробыли в отказе 20 лет, люди, которые были очень благополучны, с учеными степенями, с прекрасной работой, с машиной и квартирой, то, что было редкостью тогда в Союзе, оставили все, 20 лет жили в ожидании, жили в ожидании, чтобы подняться в землю Израиля, в первый же момент поднялись, и ни о чем не жалеют, то есть это сама по себе, понимаете, это сама какая-то любовь, да, к земле Израиля, может быть, не до конца осознанная любовь ко Всевышнему, это то, что просыпается вдруг, без всякой причины, даже вопреки всем причинам, да, и, скажем, недавно я разговаривал с молодым человеком, ну, таким уже состоявшимся, врачом, да, который не так давно переехал в Израиль, работает, да, и он рассказал мне, как он начал, как он начал приближаться к Торе, или даже не начал, а сразу приближился, да, он рассказал мне, что в школе где-то в классе шестом-седьмом учитель взял их на экскурсию в церковь, да, в моё время это не было, обоскритание было чисто атеистическим, а сейчас, может быть, где-то какие-то школы знакомят детей с, так сказать, с общей культурой, вот, и он пошёл на эту экскурсию, но остановился и в церковь не вошёл. Учитель ему говорит, почему ты не идёшь? Он говорит, мне нельзя, да, она ему говорит, почему нельзя? Он не может объяснить. Учитель звонит маме, мама на него кричит, что ты взял, да, с чего ты взял? Мама, естественно, такого, да, еврейка общечеловеческого плана, да, и она, она ругается, не учитель говорит, я тебе поставлю плохую оценку. Так он и не зашёл. Он ждал полтора часа своих одноклассников, на улице ему было велено не сходить с места, он не зашёл, не зашёл в церковь. Есть ещё одна история, относящаяся гораздо к более раннему времени, которая меня потрясает, конечно, если так можно сказать, своей глубиной. Это Арье Вудка, который был, как и многие евреи, был диссидентом, противником советской власти. Речь идёт о 70-х годах, о начале, о самом начале 70-х годов, и он, естественно, нашёл себя в лагере на предупредительных работах. Был на севере, на лесоповале, в перерыв взял нож, пошёл, сделал обрезание и вернулся на работу. Он говорит о том, что ему после этого были откровения, не то, чтобы он что-то узнал, а просто совершенно другое видение мира, может быть, похоже на то, о чём мы говорим в пророческом виде. И, скажем, это не просто истории, чтобы занять ваше время. Я хочу обратить ваше внимание на это свойство еврейской души. проснуться, проснуться, вдруг восстановить, пробудить, может быть, ту натянутую струну, которая начинает звучать. Это натянутая струна, её начало у источника жизни, а окончание или привязка, она в душе человека. И это то, что происходит. Происходит в своё время, то есть в любое время. Иногда Всевышний торопит, и не только народ, но и человека, ставит такие условия, что он вдруг начинает задумываться, приходит к себе, приходит ко Всевышнему, и вот таким образом начинается возвращение. И вот это то, о чём говорит Всевышний. Да, есть свет, да, его раскрытие, его надо воспринять, и свет этот расходится в любой момент, когда вы захотите, если нет, то будут процессы, которые приведут к его раскрытию. возрадуйтесь, и возрадуются, и будут радоваться Богу. Ликовать будет душа моя от встречи со всесильным моим. Тут слова Всевышнего как бы перемираются со словами пророка, которые, естественно, тоже являются пророческими словами, но просто то говорит Всевышний как бы от себя, то пророк говорит от себя, прям можно так представить. И пророк говорит, что возрадуются, будут радоваться Богу. Мы видим что-то новое, радость Богу, она новая. Восприятие, восприятие близости к Богу, который дает вот этот новый свет это новые чувства, потому что раньше далеко не всегда при соприкосновении с пророчеством, при соприкосновении с пророком, с пророками, с высокой духовностью была радость. Часто это было и отталкивание, а тут мы видим возрадуются и будут радоваться Богу. Ликовать будет душа моя, освечиться с сильным моим это Ишаяху. Он говорит, что и моя душа будет переживать новые чувства, новые ощущения. Хотя он никогда не убегал от Бога, но теперь будет что-то нечто неведомое и ему. И он надел меня в одежды спасения, в одеянии милосердия, облег меня выделив красотою как жениха и как невесту, которая украшается с драгоценностями своими. Что здесь важно? Важно, что этот свет оказывает влияние. Он делает человека красивым. Красота, как мы говорили, это совмещение противоположностей и прежде всего это совмещение материального и духовного. И вот этот свет приходит и он не только дает понимание, не только дает ощущение в листе Всевышнему, он проникает во все, повсюду, повсюду, во все клетки человека и человек становится красивым. Ибо как земля выпускает растительность ее, и как сад семена свои произращивает, так Бог все сильный произрастит милосердие и славу свою раскроет перед всеми племенами. Всевышний подчеркивает, что основное движение или по крайней мере начинается от движения снизу, как рост из земли, это основное. И этому движению Бог тоже поможет. Если есть зерно, если есть зерно, которое готово произрасти, пойти снизу в духовном плане, душа человека начнет раскрываться, набирать новые и новые силы, идя со стороны материального мира, постепенного все больше и большего ощущения присутствия Всевышнего, Всевышний говорит, я помогу. В конечном итоге это я все делаю, я выращиваю, я произращиваю, в том смысле, что я помогаю, подхватываю это зерно и даю ему способность расти. это то, что самое главное, то, что мы можем выделить с вами из 60-й главы, опять же, не хотелось выделять, бы хотелось выделять одни предложения, как более важные, другие, как менее важные, в пророке Ишаягу, где все важно, но тем не менее посмотрим, что у нас происходит в 62-й главе, о чем говорит она. Ради Циона, чтобы спасти его, волчать не буду, и ради спасения Рушелаема не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние справедливость его, и спасение его, как факел горящий. Кто это говорит? Это говорит пророк от имени всех праведных людей на протяжении всех поколений праведных в том смысле, что не только, что они соблюдают заповеди, как мы это привыкли, как первое, то, что приходит в голову, нет праведности не только в этом, праведность в тяге, в тяге притяжения к Циону, к Ирушалаему, к святости, к праведность в мечте, что Ирушалаем будет восстановлен, наберет свои силы, и новый свет раскроется из него, ибо из Сионова и Гиттора, и Слово Бога из Ирушалаема. И вот пророк говорит от своего имени, от своего имени всех праведных людей, я молчать не буду, я буду говорить ради спасения Ирушалаема, я буду пробуждать это чувство желания возвращения в Цион, не только в материальном, но и в духовном плане. И что тогда будет, я не успокоюсь никогда, всегда в народе будут люди, которые будут пробуждать вот это желание возвращения в Цион, а может быть и желание вот этого нового света, о котором мы с вами говорили, да, и вот, и это спасение, да, загорится, как загорится, как факел, в какой-то момент это желание нового, будущего, Ирушалаема, отстроенного, оно охватит весь народ, распространяется мгновенно, как огонь от одного к другому, благодаря праведным людям, которые хранят это чувство и говорят, и не успокаиваясь о нем, да, и увидят народа справедливость твою, и все цари славу твою, да, Ишаягу всегда подчеркивает справедливость, можем вспомнить с вами, что он говорит во второй главе, он говорит так, ки ушавея вездака, ки на секунду, ушавея вездака, ки цион в мишпатте паде, ибо цион будет искуплен судом, ушавея бицдака, возвращающийся в него как бы милостью, но на самом деле на языке Ишаягу, это тоже нужно знать, что у каждого пророка есть свои оттенки, на языке Ишаягу цдака это цедик, это справедливость, да, и так же, как Тора, можно сказать, как Всевышний постоянно подчеркивает необходимость стремления к справедливости, так и Ишаягу подчеркивает его упоминая, может быть, каждый раз, когда он упоминает о божественном свете, о возвращении в цион, он упоминает и справедливость, да, и будешь ты венцом славы в руке Бога, и диадемой царской в руке всесильного твоего, то есть будут смотреть на твою красоту и понимать, что эта красота божественная, и не скажут тебе Ирушалаем более покинутый, да, и о земле твоей не скажут более заброшенной, ибо назовут тебя Ирушалаем желанным, да, странное здесь противставление покинутый и желанный, ну, да, покинутый, заброшенный, почему покинутый, разрушенный, опустошенный, да, этого подходило, подходило, мы понимаем, что пророк здесь спрятал намек, да, что в конечном итоге разрушение Ирушалаема, оно из-за того, что покинули его духовную составляющую, его духовное содержание, да, Ирушалаем был покинутым раньше, чем он разрушен, как говорит Медраж, как бы голос Севишнёра обращается к нам на старую и говорит, что ты сделал, ты разрушил, разрушенный город, народ убитый убил, да, то есть, когда ушло божественное присутствие, уже город покинутый, народ, как бы не, не живой, ты ничего особенного не совершил, говорит голос Всевышнего Невыхуднецару, ты только разрушил пустые материальные структуры, да, вот, поэтому, да, не скажу тебе, Ирушалаем более покинутый, да, откуда хотели бежать, скрываясь от его духовной сущности, а тебе, Ирушалаем, теперь будут говорить желанный и страну твою, да, имеющий хозяина, да, величайший грех, скажем, царей Израиля, северного царства особенно, он состоял в том, что не было этого ощущения, что у страны есть хозяин, и она отдана людям с определенными условиями, нет, устанавливали свои знакомые, творили, что хотели, да, по-своему переворачивали Тору в Северном царстве, да, и в Южном царстве часто не было этого ощущения, что у земли есть хозяин, да, он позволяет жить на определенных условиях или он выгонит, да, вот, и Всевышний говорит в Торе, что я не отдал вам на вечную землю вечное владение, да, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, да, ибо желал Бог тебя, и страна твоя получит хозяина, да, в земле Израиля будет ощущаться божественное присутствие четко, да, и Ишаяу говорит еще об одном аспекте, об одном аспекте будущего времени, которое он постоянно, постоянно тоже подчеркивает, да, будущее время похоже на воссоединение двух любящих, да, вы можете сказать, что это духовный мир и материальный мир, да, они превращаются в тех, кого тянет друг к другу, как тянет жениха и невесту друг к другу, можно сказать, что это всевышний и еврейский народ, да, он тоже часто, они тоже часто сравниваются с женихом и невестой, с мужем и женой, да, вот, и Ишаяу говорит еще об одном аспекте радости, который это приносит, как саду соединяется юноша с девушкой соединяются, будут с тобой возвращающиеся сыновья твои и как радуется жених невесте, возрадуется о тебе всесильный, всесильный твой, это не только радость от света, да, это еще какой-то аспект радости, у которого есть еще, может быть, если так можно сказать, более живое, более сильное, да, чем радость от света, да, то есть, я бы сказал, образно говоря, прямое соприкосновение с источником не через луч света, а уже просто прямое соприкосновение с источником, оно еще, дает еще большую радость, как соединение половин, у которых есть тяга друг к другу, да, притяжение друг к другу, как у жениха к невесте, как у мужа к женой, да, на стенах Ярушалаем я поставил стражи и весь день и всю ночь всегда они там не будут молчать они упоминания имени Бога, упоминающие имя Бога, не давайте себе покоя, да, тоже очень волнующие слова, естественно, что речь идет не о стражах, которые охраняют покой Ярушалаема, и к сожалению на протяжении многих сотен лет там нечего было охранять, там была чужая власть, там были развалины, да, какой смысл был ставить стражей, которые будут охранять все горы, попавшие в чужие руки, что они там будут охранять, естественно, речь идет о духовных стражах, которые хранят мечту, да, асирейтиква, да, асирейтиква, как бы закованной в цепи мечтою, да, так что мечтание это выражение Иуда Аливи, да, вот, и закованной и скованной мечтою, так что мечта их не отпускает, не дает им покоя, и они не должны давать покою Всевышнему постоянно молиться о возвращении народа и о наступлении будущего времени, и еще раз мы можем подчеркнуть, что если нету желания, нету и раскрытия сверху, свыше, да, упоминающие имя Бога, ну, мы понимаем, что да, что это молитва и с постоянным обращением Всевышнему, при понимании, что люди как бы в одиночку ничего не могут добиться, и ему не давайте покоя, не давайте покоя Всевышнему, пока не утвердит и не поставит Ирушелаем восхвалением на земле, да, пока все не будут хвалить Ирушелаем, пока не поймут его высоту или не почувствуют его высоту и перестанут его ругать, как то, что мешает, то, что кажется лишним, вот, все будут хвалить Ирушелаем, клялся Бог, десните своей мышцы, силы своей, не дам я больше, зерно урошаю, твою в пищу врагам, здесь тоже великая идея, да, что, в общем-то, Всевышний дает, как бы мы видим, независимо от дел человеческих, он дает благословение, или, по крайней мере, возможность существования всем, Всевышний говорит, благословение будет только, будущим благословением будет только людям, которые будут сохранять праведность, да, вот, вот Бог превозглашает до края земли, скажите, дочери Циона, вот пришло спасение твое, вот награда его с ним и возрождение его, и возрождение его перед ним, да, и, наверное, здесь надо с маленькой буквы это Циона и Рушелаем, вот, давайте мы с вами сразу поправим, чтобы у нас было с маленькой буквы, да, вот, и о чем здесь идет речь, опять очень серьезная посылка, вот, мы, как всегда, не успели выполнить свой план добраться до конца, ну, надеюсь, с Божьей помощью мы сможем это сделать в дальнейшем, вот, а то, что здесь говорится, да, скажите дочери Циона, мы видим, что есть постоянные, есть дозорные, да, есть те, кто схвачены накрепко мечтой возвращения, да, есть дозорные, есть стражники на стенах, да, и не все, не все живут этой мечтой, мечтой возвращения, мечтой начала будущего времени, мечтой нового света, да, не все живут этой мечтой, так, те, кто доживут этой мечтой, ваша обязанность, да, провозгласите, когда, когда начинается время возвращения, когда начинается время раскрытия, не все его еще чувствуют, вы, те, кто хотел его, вы, те, кто ждал его, вы чувствуете его, вы провозгласите, скажите дочери Циона, вот, пришло спасение твое, что вы спите, что вы сидите на своих местах, что вы продолжаете прежний образ жизни, пришло спасение твое, в каком плане спасение, мы уже знаем, да, совершенно что-то невероятное, великое, да, вот награды его с ним, очень интересно, награды его с ним, что это, да, награды его с ним, да, тут тоже великий такой духовный момент, как правило, мы представляем, что награда дается, да, награду дали, повесили медаль на грудь, и тот, кто вешал ее, он пошел, отошел в сторону, ушел, да, здесь нет, Всевышний дает награду, и награды его с ним, в том смысле, что он сам не отходит от человека, да, это то, о чем мы говорили, допустим, да, ты получил новый свет, да, или ты получил свой удел в земле, да, это дал тебе Бог, но Бог не ушел, он не просто передал тебе, он остался с тобой, у тебя это живое очищение Бога, награды его с ним, да, и возрождение его, возрождение его, перед ним, возрождение ушел, а има, перед лицом Бога, не просто строятся дома, да, очищается божественное присутствие, очищается божественное провидение, как бы Бог все время смотрит на то, что происходит и помогает и поправляет, да, и назовут их народу святым, избавленным Богом, а тебя, с ее нарушила им, назовут все народы искомым городом непокинутым, еще раз идея непокинутой, да, которую мы уже представляем себе, и это доходит до всех народов, и взоры обращаются к Иерушалайму, это как бы, мы с вами говорили, тоже постоянная тема Ишаягу, не просто заселение святой земли, а исправление всего мира, когда все народы обратят свои взоры к Иерушалайму, мы с вами встречали с этим и во второй главе, и в других местах пророка, здесь я остановлюсь, я сейчас закрою этот текст, да, чтобы видеть вас всех, вот, и, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, возражения, замечания, я готов постараться отреагировать. Равзиев, вы сегодня сделали мой день наконец-то, наконец-то я услышал нормальный ответ, потому что никогда я не мог принять это, а мудрецы мне давлели, что вот в Сангедрине написано вот это Бейтол Хешена, как там объясняется, я не мог это принять и все, вот, наконец-то я услышал ответ, который связонировал Яшарков. Это, знаете как, да, вот, иногда, ну, в шутку я спрашиваю учеников, ну, вы все поняли? Они говорят, да, а я говорю, а мне обидно. Почему обидно? Потому что вы за две минуты все поняли, а я 20 лет думал. Вот, вот, в этом роде но это только в шутку, это огромная радость, когда, как вы говорите, резонирует, это как раз то слово, которое, то чувство, которое должно быть. Вот, да, вот ты, да, как ее правду определить, не то, что правду, правда-то она везде есть, а вот глубину, точность, как ее принять, только как вот говорить, резонирует, да? Да, 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 хорошо, спасибо. Позволите вопрос, да? Да, пожалуйста. Адресат пророков наших, еврейских, все-таки пророчество это наша, так сказать, черта, чисто еврейская, скажем так. Адресат не только, очевидно, народ свой, но и мир, чтобы Иерусалим был для всех очевидно, или переклоем мечи нарвало другой, и так далее. То есть, обращение к человечеству, очевидно. Ну, понимаете, как, обращаются тем, кто, к тем, кто может услышать. Зачем обращаться тем, кто не слышит, и кого-то даже нельзя пробудить. Поэтому все пророчество это обращение к еврейскому народу, и другое дело, что дальше, да, есть обязанность у еврейского народа после того, как услышал, после того, как воспринял, после того, как понял, о чем идет речь, обратиться к другим. Или стать примером для других, да, устремиться в Иерушалае всем, да, и будет невероятный рассвет, да, даже технологический машина придет, да, все обратятся за технологической помощью к Израилю, то, что сейчас происходит все более чаще, чаще, нужно только проникнуться этой любовью, да, страхом в современном мире, видимо, не возьмешь никого, не испугаешь, да, вот, проникнуться любовью и устремиться в землю Израиля, тогда и другие народы почувствуют и высоту народа, и красоту Иерусалима, и их взоры обратятся, да, и тогда с ними можно будет о чем-то говорить. Можно сказать плюс к этому в дополнение, что пророчество настолько сильное дело, что отголосок его отблеск или отцвет он ощущается всеми народами и не случайно Торы и пророки это самая-самая переводимая и даже самая читаемая книга в мире, нет практически ни одного языка, на который не была бы переведена Тора и пророки и нет практически ни одного учебного заведения, которое бы так или иначе не соотносилось с этими текстами. Может быть, я немножко утрирую, но близко к истине. Так что, как бы подытоживая, пророчество обращено к нам с тем, чтобы мы его услышали, отреагировали и затем обратились к другим народам. Спасибо. Если позволите. Действительно, мне кажется, что это время, оно действительно, оно сейчас происходит, оно только будет усиливаться и усиливаться, и вот просто даже из общения с людьми настолько в мире становятся очевидными какие-то вещи, да, что вот просто столько стало грязи, что многие люди, они просто ищут света, они понимают, что все, что они знали, это рушится, это не работает, и этот цвет обязательно, он пробивается к людям. У меня вот на прошлой неделе, вот как вы поделились историей с вашей беседой с человеком, у меня совершенно чудесная произошла история, где тоже как-то Всевышний удостоил меня отвечать на вопросы, кто такой Бог, и после этого моя соседка при том, девочка, и как-то ее совершенно пробило, и она начала все интересовать совершенно, она теперь постоянно задает мне вопросы и просто благодарит Всевышнего, ну вот это, ну для меня это вот чудо, для меня это чудо, неожиданность самая большая, и я понимаю, что этого будет больше, обязательно будет больше, мы в этом времени, спасибо большое за такое очень-очень важное замечание, очень-очень интересное и очень важно, пожалуйста, вот я вопрос в продолжении Ефима, всегда вот эту грань, если я неправильно понимаю, вы мне это скажите, но я всегда понимал, что это действительно обращение ко всем народам, которые по сути дела примут иудаизм как евреи, и поэтому это обращение ко всем народам, я вот вам стоит больших усилий переубедить, если это я не прав, но я всегда так это воспринимаю, мне трудно здесь сказать, отрицать невозможно, но в любом случае, в любом случае исправление мира, оно начинается с того, что мы принимаем, мы воспринимаем, мы восторгаемся в конечном итоге, восторгаемся этим светом, этим близостью ко Всевышнему, и тогда уже это идет на другой, на весь мир, да, вот, так же как вы... Работает, Равзеф, это именно так и работает, и вот, ну, вот просто ваш урок сегодня как всегда актуален, как всегда просто в точку, большое вам спасибо. Это Ишаяу, и пророк Ишаяу актуален по-прежнему. Конечно же, но вы нас учите, и через вас идет тоже этот большой свет, который, видите, он затрагивает и наши души, и вот Михаэль, и я, и я думаю, каждый из участников так или иначе, мы все видим это и ощущаем как так или иначе. Дай Бог, я в первую очередь надеюсь на понимание текста логическое, основанное на наших источниках, а потом уже на эмоциональное восприятие и на свет. Вы простите, мои эмоции, они только положительные. эмоции очень нужны. Я их не отрицаю, просто вы говорите о свете. Я говорю, что хотелось бы начинать с понимания текста. Мы от него отталкиваемся, Равзеев, мы от него отталкиваемся от текста, и он наводит ясность в наших головах. Равзеев, я прошу прощения, вопрос важный. У нас есть Лена, Глик, которая пытается прорваться. Давайте мы ей дадим. За вами как бы остается вопрос, я не убегаю. Лена, пожалуйста, вы хотели что-то спросить. По-моему, у него просто включен микрофон. Да, тогда, пожалуйста, извините, Михаил, пожалуйста. Мне всегда до конца непонятно смысловая нагрузка. Вот в 62-й главе в начале мы говорим, что ради Сиона, не промолчу, и ради Рушалайма не утешусь. То есть, какая нагрузка различия между Сионом и Рушалайм? Можно говорить, что никакой. Часто Сион упоминается как Рушалайм. Можно говорить о том, что в общем-то часто, когда говорят о Сионе на Сион, то часто говорят о царской власти, о государственности, о Иерушалайм, он больше подчеркивается как город мудрости и пророчества. И то, и другое необходимо. Без государственности нету и этого раскрытия, нету раскрытия Торы, и в конечном итоге нету условий для пророчества. Должна быть государственность, четкий порядок, конечно, власть должна стремиться к справедливости, но даже если власть не идеальна, то все равно это создает предпосылки для духовного развития. Так что можно сказать, что Цион это царская власть. Иерушалайм это мудрость. Спасибо. Хорошо. Ладно, мы тогда с вашего разрешения заберем наш форум. Большое спасибо за внимание. Мне стало с вами легче говорить, потому что я чувствую и отдачу, и понимание, а когда они есть, то гораздо легче провести урок. Спасибо большое. Спасибо, Равзи, я сарков. Равзи, можно потом еще дополнительные вопросы послать пополнить? Да, пожалуйста, конечно, конечно. Спасибо. Спасибо, Натан. Спасибо, Натан, огромное спасибо, и Мазальтов. Мазальтов. Пожалуйста, ничего не говори, кота, разбудишь. Большое спасибо. Окей. Мне казалось, Ефим хочет что-то спросить, но я, наверное, ошибся. Окей, всем счастливо, пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,